Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И мы продолжаем наши поиски общего культурного пространства, которое мы на протяжении последних пяти лет пытаемся создать вместе в рамках бесед, критического анализа, дискуссии и наблюдений за тем, что происходит в латвийской политической культуре. Сегодня мы начинаем нашу программу несколько необычным способом и начнем ее с музыкального фрагмента. А потом я расскажу, кто пришел к нам в гости и почему именно этот фрагмент. Пожалуйста. Итак, уважаемые радиослушатели, в переносном смысле сегодня в гостях у нас была и Алла Пугачева со своей песней о искусстве балета. Песня эта довольно старинная, но эта песня сегодня поможет нам каким-то образом музыкально и тематически войти в сегодняшнюю беседу, которая посвящена искусству балета. Именно поэтому сегодня в гостях у нас Диана Манцевич, педагог Рижского балетного училища, в прошлом солистка латвийской национальной оперы и балета, и Илья Власенко, доцент Академии культуры, хореограф, в прошлом танцор латвийской национальной оперы и балета. Большое спасибо, что вы посетили сегодня нас. Я знаю, что у вас все еще продолжается интенсивная педагогическая деятельность, поэтому вы очень заняты. Благодарю, что нашли время. И вот сегодня как бы вводный текст поможет нам, может быть, перейти сразу к очень важному вопросу. Каким образом происходит передача сообщения, текста, истории в танце? Мы знаем, что буква, нота могут помочь сразу же угадать эмоции автора, сюжет, развитие темы, рассказ. А каким образом это происходит в танце? Каковы законы выражения эмоций? Ну, например, скорби, восторга, страха. Можно ли прочесть язык тела так, чтобы произошла встреча, чтобы прочесть то, что написано? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо, Денис, что ты пригласил нас сегодня в студию. Да, отвечаю на твой вопрос. Но прежде всего, конечно, в танце танец хореографии отталкивается от музыкального материала. И как-то уже в своём вопросе прозвучало то, что есть нота и остальные спектры, которые… Это и составляет тоже танец, как бы. И Баланчин, Джордж Баланчин, великий хореограф XX века, он сказал, что танец – это музыка визуализации. И как бы всё настроение и то, что происходит в танце, очень часто, значит, диктуется музыкальным материалом. Есть, конечно, современные хореографы, которые идут вразрез с этими правилами, потому что правил сейчас есть какие-то определённые каноны, которым должен как бы танец подчиняться. Но не всегда это работает. И как бы современные хореографы ищут новые пути, что есть тоже хорошо. Да, и иногда они миксируют, допустим, сюжет и музыку, наоборот, или совсем без музыки. Но, конечно, в пластике, в языке тела тоже есть определённый спектр движений, которые ты можешь выразить. Это всё такая глубокая философия, на самом деле. Да, да, да. Добрый день. Я тоже хочу добавить, что на самом деле меня когда-то мой педагог научил, что не только глаза – зеркало души, но и сцена – это зеркало души. То есть, если жест проходит через какие-то душевные переживания самого артиста, то, естественно, он сыграет, и химия между зрителями и между артистами на сцене происходит. То есть, очень важно всё-таки отдаваться процессу, войти в спектакль тогда. Естественно, всё это подкреплено нашими знаниями, которые мы получаем в балетной школе. У нас есть актёрское мастерство, и репетиторы помогают готовить определённый спектакль. И, конечно же, каждый жест, он должен быть эстетически правильным и классически правильно преподнесённый, но, тем не менее, большое значение имеет именно внутренний мир самого артиста. Может быть, мы тогда могли бы заглянуть в некоторый словарь, или, может быть, букварь, или в историю жестов. Например, те эмоции, которые я упомянул. Если какие-то каноны, кто-то когда-то их разрабатывал, может быть, мы заглянем в историю создания языка. То есть, так или иначе, любой язык состоит из символов, которые соединяются друг с другом, и тогда получается повествование. Ну, что касается танца, танец зародился ещё в Древней Греции, то есть, далеко ещё задолго до нашей эры. И, в принципе, это такой живой организм, который развивается. Это наука, которая идёт вперёд и которая развивается с каждым днём. И, предположим, каноны танца, предположим, барокко очень сильно отличаются от канонов танца классического, что мы подразумеваем под классическим танцем. И до сих пор это всё ещё развивается, и поэтому сказать, что есть определённо вот так и не иначе, что касается именно языка тела, нельзя. Конечно, в обучении это совсем по-другому. Если человек, ребёнок, это начинается с детского возраста, обучается классическому танцу именно, то там существует невероятно длинный список того, зачем нужно следить, как постепенно ставить танцора на ноги, как учить его работать с телом, соблюдать позиции и так далее. Диана, что ты скажешь? Ну, что касается классического спектакля, то всё-таки хореография была создана уже давным-давно, и есть определённые моменты, которые были поставлены Петипа, Вайноненам, то есть их даже нельзя изменить. То есть в определённую музыку идёт определённый жест на определённый акцент, и другое дело, как это сделано и как преподнесено самим артистам. Но вот такие именно классические спектакли, как «Лебединое озеро», как «Щелкунчик», «Спящая красавица», там всё поставлено уже изначально хореографом, и это должно соблюдаться, иначе традиция будет просто не сохранена. Хорошо, но ведь эти балеты не застывшие формы. Иными словами, может прийти новый хореограф и сказать, я желал бы видеть здесь другой язык, я говорю на другом языке, ведь мы же не говорим на, допустим, русском языке начала 18-го столетия, то есть сейчас это совсем другой язык, в котором много англицизмов и так далее, и так далее. Происходит ли то же самое с балетным искусством? То есть, иными словами, есть новые версии классики, ведь они, по идее, должны быть, иначе тогда в какой-то век, в какой-то период не были бы созданы эти балеты, просто никто бы не решился. Да, они очень интересны, эти новые видения. Есть классические спектакли, и есть спектакли новые, например, «Лебединое озеро». Есть много разных вариантов, и каждый сам по себе очень интересен. Да, ну... Да, совершенно верно. Хореографы очень часто касаются классического наследия, как мы его называем, и представляют свою версию этого рассказа. Иногда это более удачно, менее удачно. Это интересно, конечно, посмотреть и сравнить, но я как-то предпочитаю всё-таки шедевры, чтобы оставляли в покое, чтобы современные хореографы искали как-то свои пути и свой язык, ну, не язык, а как бы свои истории, которые они хотят рассказать публике и донести. Есть, безусловно, очень много хороших, интересных версий у хореографа уже прошлого, да, Мацек, да, шведский хореограф, который, в принципе, всю классику, как мы называем классическое наследие, как бы переделал. И у него есть очень хорошие версии и видение этого всего современным языком хореографии и современным интерпретацией сюжета также, той же «Спящей красавице», о которой мы говорим. Да, и есть очень много людей, у которых есть интерес к этому, как можно рассказать всем знакомый сюжет и на всем знакомую музыку немножко по-другому. И, да, у него есть удачные постановки, но я больше всё равно консерватор в этом смысле, и мне нравится смотреть классику, потому что, да, там есть определённые вещи, как Диана уже упоминала, которые должны быть именно так и не по-другому. То есть это определённый стиль, если мы уже так говорим о «Спящей красавице», то есть там должен быть определённый даже градус, насколько высоко должна балерина поднимать ноги, то есть это считается там неприлично, если в «Спящей красавице», если они поднимаются слишком высоко или как бы не в стиле, если они, опять-таки, слишком низкие, опять-таки, позиции рук и специфика костюма, света. Это всё так очень-очень рафинированно, рафинированно, я бы даже сказал, что действительно это так очень состоит из маленьких-маленьких бусинок, из которых ткётся полотно большое. Да, вот у нас недавно в балетной школе был очень интересный семинар, и наш методист Людмила Петровна Виканова рассказывала о создании «Спящей красавицы», и она рассказала, что на самом деле это дань королевской семье, царскому этикету, придворному, и что, например, каждая вариация, есть вариация, например, «Ландыш», и она должна соответствовать, рисунок должен соответствовать цветочку «Ландыша», что зачастую хореографы ставят «Спящую красавицу» в разных театрах, даже классический вариант, но, например, делают поклон королю и совершенно не понимая, в какую сторону нужно повернуться, то есть это очень важно, должен быть сохранён вот этот придворный этикет, то есть весь этот спектакль, есть определённые места, где именно апофеоз музыкальный, на это делается акцент, где определённый рисунок, и почему поклоны именно не феям, а именно королям, потому что они наместники Божьи, на земле. Всё очень интересно, это как бы тема для изучения, я считаю, что да, это должно быть сохранено, иначе теряется, именно теряется сама суть этого спектакля. Я хотел бы, чтобы мы в сегодняшнем разговоре попытались, насколько это возможно, заглянуть за кулисы, и в переносном смысле, конечно, потому что, к сожалению, театр закрыт. Илья, ты упомянул момент того, насколько чётко должна быть, скажем, сохранена, или сохранена, скорее, скажем, такая топография танца, то есть все требования, всё, что было необходимо для создания идеальной хореографии, в том числе и движения тела солистов. И каким образом солист запоминает это? То есть вы, как исполнители сложной схемы, должны, по сути дела, работать как идеальные точные машины, которые сами внутри себя во время действия вычисляют необходимые, ну, условно говоря, градус, интенсивность, скорость, ещё какие-то моменты, так как я абсолютно не искушённый зритель, я не могу подобрать ещё каких-то слов. Как это происходит? Ну, это невероятно долгий процесс, который начинается ещё в глубоком детстве каждого танцора, потому что когда ребёнок извляет желание, что ему хочется танцевать, и, ну, не то что танцевать, а освоить азы профессии, скажем так, потому что это профессия всё-таки, и родители решаются на такой шаг и отводят его в балетную школу, это всё начинается с таких абсолютно элементарных, простых движений, лёжа на полу, то есть как бы просто там кажется, что это ничего не развивает никак ребёнка, но в конце, допустим, первого года обучения ребёнку уже нужно показать невероятно сложные вещи и ориентироваться как бы в языке теоретическом, и, конечно, показать это всё телом, и, в принципе, это скрупулёзно, то есть это ежедневная работа, артисты балета работают каждый день, в принципе, два дня, если ты пропустил, это ты уже выходишь из формы, это снова нужно всё наращивать там месяцами. И это вот как бусинки, опять я говорю про бусинки, да, нанизывается всё одно на другое, и час за часом работы, день за днём это всё усложняется, и как бы и так строится тоже мышление танцора. Опять-таки, допустим, упражнения, которые развивают определённую группу мышц, становятся сложнее и физически, и складываются в определённые комбинации движений, которые развиваются, и с каждым, не знаю, месяцем, полугодом становятся всё сложнее и сложнее и сложнее. И это, естественно, мышление танцора также формирует. И уже когда зрелые танцоры заканчивают профессиональное обучение, они уже умеют ориентироваться, они знают, что им нужно делать, и это, конечно, помогает нашей обязанности как педагогов им помочь, как бы обратить внимание на нужные вещи, чтобы они знали, как это делается. И потом, да, многие спрашивают, а как вы это всё запоминаете? Опять-таки, ключ от ответа в музыке, потому что в музыке есть свой ритм, и мы её, если честно, так раскладываем там чуть ли не на счёт. И так вот, так за тактом показываются движения и запоминаются, и профессиональный танцор, конечно, не может выучить спектакль за один день, но вот, допустим, предположим, сольную часть, которая называется «Подэдэ», «Танец для двух», то, в принципе, за день работы это возможно освоить. Я имею в виду только хореографию неисполнение. Плюс мизансцены ещё. Плюс мизансцены, конечно, то, что тоже важно. И ещё один фрагмент, условно говоря, из истории балета или, может быть, из букваря. Почему все, скажем, «Па» или движения, как правильно было бы сказать? Мы говорим «Па». «Па». На французском языке. Небольшая историческая справка от вас, как от педагогов. Ну, потому что ещё при короле Людовике был придворный балет, при Людовике XIV, да, «Короле солнца», был придворный балет, где он сам участвовал, и многие «Па» уже были задуманы тогда и придуманы, и поэтому всё это на французском языке. Да, вся терминология абсолютно идёт на французском, и королю Людовику XIV было самому не чуждо делать балетный класс и делать представление со своим участием в главной роли. Это всё известно и описано, и до сих пор существуют гравюры, где можно видеть его в танце. И, да, и он придумал именно первые позиции рук и ног, которые были записаны официально. Да, и оттуда всё как бы зародилось, и это как бы считается колыбелью классического танца. Но опять-таки там потом по истории это всё перекочевало в Италию, где появилось новое веяние, когда первая балерина встала на пальцы, Мария Тальони, и опять-таки техника развивалась по-другому, совершенно в ином ключе, нежели при Людовике XIV. Потом опять-таки это всё крепостной балет в России, который, где приглашали, куда приглашали хороших, лучших, в принципе, педагогов из Франции и Италии, которые обучали там крепостных, да, и делали спектакли. И тогда уже опять-таки всё по-новой. Школа, которая существует до сих пор, Агриппина Яковлевна Яковлевной Вагановой, которая уже переписала заново всю технику и, в принципе, уже с тех времён уже как-то все придерживаются более-менее одних и тех же правил исполнения классического танца. Я упомяну также, что в нашей беседе сегодня участвуют не только гости, но и наши радиослушатели, где бы они ни находились, поэтому назову сейчас телефоны прямого эфира, по которым вы можете звонить, задавать свои вопросы, и комментировать сегодняшнюю нашу беседу. 67212939 и 67213939 пишите нам также на номер ватсап и смс 206191. А мы продолжаем нашу беседу. В гостях у нас сегодня Диана Манцевич и Илья Власенко, и мы говорим о балете. Уже было упомянуто о том, насколько важно ребёнку научиться запоминать, собственно говоря, движение своего тела, чтобы потом читать те произведения, с которыми он, как взрослый солист, будет работать. Так вот, мой вопрос, следующий вопрос, как раз посвящён этой теме. Образование в балете – это долгое, длительное создание тела, тела профессионала. Что происходит с телами девочек и мальчиков, вплоть до того, как они впервые выходят, может быть, в самой ничтожной роли на первый спектакль? С чем необходимо расстаться или пожертвовать, а что ими приобретается? Ну, весь процесс, вот даже то, что описывал Илья, начиная с АЗО, с подготовительного класса, всё на самом деле было заложено ещё в то царское время в России, когда была организована вот эта первая школа, тогда, Вагановское, нынешнее училище. И вся эта система, она написана уже давным-давно, и она, в принципе, не изменяется. И мы идём очень конкретно каждый год, мы определённую программу изучаем по определённой методике, и мы стараемся не отходить от этого, потому что это очень важно, чтобы мышцы развивались именно в правильном направлении, с правильной интенсивностью, чтобы первый класс закладывается определённая основа. И первый класс, на самом деле, самый важный, на мой взгляд, потому что от этой основы потом отталкивается вся остальная техническая часть. И вот потом появляются ещё и исторический танец, и характерный танец, и основы ПДД, то есть, когда ребята изучают поддержки, пируэты и так далее. Потом появляются, в наше время было фехтование сценическое, актёрское мастерство, история искусства, история балета. И всё это было заложено уже столетиями назад, и мы придерживаемся этой системы. И я хочу подчеркнуть, что очень важно это всё сохранять, ни в коем случае не потерять, потому что это было, накапливалось из поколения в поколение. У нас были гениальные совершенно педагоги в наше время. Мы учились у лучших, на мой взгляд, педагогов, нам с Ильёй очень повезло. И в наше время мы учились в советское время, приглашались на стажировку педагоги из Петербурга, из Москвы. И вот этот багаж, очень важно его нести сейчас и сохранять. Ни от чего не отказываться. Да, модерн, конечно, он занимает собой уже очень много, огромное пространство на любой сцене, но обязательно нужно придерживать классических канонов и развиваться и сохранять всё это. И вот, соответственно, дети, они развиваются по этой системе. И очень важно дать детям не только физическое развитие, но и самодисциплину, научить их вести себя правильно на уроке, на сцене, что очень важно, в театре, за кулисами. И постепенно, конечно, это, как Илья говорил, это огромный труд и это огромный процесс, долгосрочный процесс. И уже приходя в театр, дети, не дети уже, а юноши, девушки, они продолжают учиться, у них новые педагоги, новые репетиторы. И, конечно, происходит постепенно, постепенно, постепенно. Конечно, нужно отказаться от субботы, от воскресенья. Да, это такой вопрос. У нас нет выходных в субботу-воскресенье у артистов балета. Да, то, что в вашем вопросе, Денис, прозвучало, что от чего нужно отказываться. Да, отказываться нужно, конечно, от многих вещей. Отказаться от лишнего веса. От лишнего веса, да. Нельзя позволять себе там... В пятницу вечера мороженого съесть. Нам уже можно. Раз в полгода, может быть. Да. Да, как бы, да. Все время ты должен еще, как бы, не ты, артист балета должен следить за собой, как бы, и быть в хорошей форме. То есть это вовремя лечь спать, составить распорядок дня, когда ты должен отдохнуть, когда ты должен перекусить, когда ты должен, чтобы держать себя энергетически и физически в форме хорошей. И это тебе постоянно... То есть это такая самодисциплина, которая закладывается в школе. Это все закладывается с того, как укладываются волосы у девочек, как завязываются ленточки на балетной обуви, какого цвета должен быть боди во время урока, почему весь класс должен быть в одинаковой тональности. Это все, опять-таки, такие тонкости, которые должны быть, и о которых всегда нужно говорить детям. И когда... И это как бы в них нужно просто как бы как витаминную инъекцию вводить. Потому что если этого не будет, исчезнет самодисциплина. Для танцора исчезла самодисциплина, все, это уже такое разгильдяйство, можно сказать, а не танцор. Поэтому это очень-очень важно. Иногда, конечно, дети приходят не совсем готовы к такому процессу работы. И родители очень часто не готовы. Они думали, что они отдают, думают, что отдают ребенка потанцевать. Как бы есть большое различие как бы между студией танца, где дети танцуют, или балетной школой, где дети приобретают профессию. Танцор балета учится как бы профессионально. Восемь лет. Это почти как доктора, которые потом лечат людей. И когда заканчивается процесс обучения школьный, как уже упоминала Диана, процесс обучения не заканчивается. То есть, когда начинается твоя творческая карьера, это опять-таки новые правила всего. Опять-таки, как ты себя ведешь и коммуницируешь с коллегами, со своими партнерами, партнершами. Весь закулисный этикет неписанных правил масса. Предположим, что ты не можешь в уличной обуви появиться на сцене или там разбрасывать, там раскладывать, занимать слишком много места за кулисами. То есть, все должно быть компактно. У тебя всегда должны быть там, допустим, у девочки с собой лейкопластырь, иголки, нитки, ножницы, запасное трико, там все, там ленточки, шпильки. Это все как бы должно быть... Никакой еды за кулисами. И никакой еды за кулисами. То есть, мы заходили в свое время как в храм. Совершенно. На сцену и за кулисы. Нас так приучали наши педагоги. Совершенно. Что это храм, что вот эта жизнь, она для особенных людей, для поцелованных Богом. И поэтому мы должны достойно нести себя в этой профессии. И соответствовать и интеллектуально, и... Правда? Да. Вот. Интеллектуально Диана правильно сказала. Потому что, да, сцена как зеркало. Ничего на ней спрятать абсолютно невозможно. И вот сколько педагог вложил в танцора, сколько танцор сам в себя вложил, потому что это самому работать, тоже очень важно. Самоувершенствоваться. Вот столько на сцене будет видно. Ты иногда можешь танцевать, как Бог, совершенно исполнять любую технику, технически правильно, но твое тело не говорит всё равно. Ты не можешь сказать и дотронуться до эмоций зрителей. А бывает и наоборот. Да, это всё как бы опять-таки... Это всё интеллектуальный процесс. Химия. Да, это такой химический процесс определённый. Это сродни таким вот любовным отношениям. Вот ты выходишь на сцену, отдаёшь свою эмоцию, получаешь взаимность. Но это только с тем условием, что ты себя отдаёшь на 100%. Полностью, да. Полностью. Что ты вообще забываешься. До этого, работая в зале на 200%, потом, выйдя на сцену, отдаёшься как по максимуму. Конечно, технически могут произойти какие-то срывы, это всегда какой-то определённый нерв и стресс, и бывает, что и там где-то подскользнулся, и всё такое. Но на самом деле зритель прощает, если ты отдаёшься эмоционально. Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Раз уж мы остановились на теме образования, я хотел спросить. Диана, вы упомянули уже целый ряд предметов или, скажем, знаний или наук, которые необходимо сохранить в программе, включая и гуманитарные предметы, истории искусства и культуры. А что новое нужно, допустим, может быть, нужно обновить содержание программ, может быть, нужно добавить какие-то новые предметы, которые могли бы поддержать юных исполнителей на сцене? Например, как насчёт, скажем, психологического такого менеджмента? Как, например, справляться с неудачами, с провалами, может быть, с жёсткой иерархией в театре, может быть, с конкуренцией? Какие-то моменты, скажем, психологической стабильности солистов? Что-то подобное в программе существует? Вообще у нас есть в школе психолог, который помогает детям, помогает педагогам, помогает родителям. Дети идут со своими проблемами, педагоги со своими, по своим возможностям она помогает. Но для меня в наше детство, как я уже говорила, нам очень повезло с педагогами. Для нас они были и мамами, и папами, и психологами. Мы жили в школе с утра до позднего вечера, у нас очень многие дети жили вообще в интернате. И поэтому главным психологом всегда был либо для меня репетитор, который всегда поддерживал, всегда подсказывал, либо лучшие друзья, которые тоже, тот же самый Илья, из той же профессии, который всегда поддержит и подскажет. Я знаю, что сейчас есть такое вение, потому что мой ребенок занимается спортом, есть такой спортивный психолог, который настраивает на победу, пытается как-то настроить ребенка по отношению к оппоненту, как вести себя и так далее. В балетном искусстве пока такого, по крайней мере, в Латвии у нас нету. Но, наверное, это было бы интересно. Но, на мой взгляд, нужно ввести историю современного танца, чтобы дети узнали, кто такой Мацек, кто такой Ноймайер, кто такой... Пина Бауш. Пина Бауш, кто такая. Потому что этого дети, к сожалению, не знают. Потому что есть потрясающие современные хореографы, которые тоже уже вошли в архивы, которые являются уже практически классиками современного искусства. Вот, к сожалению, у нас такого предмета нет. Я бы очень хотела, чтобы появился и такой предмет. Сценическое фехтование, наверное, сейчас нет необходимости. В наше время было. Ну, вот это да. Это для меня было бы самой интересно. Ну, хорошо. А Ромео и Джульетта? На данный момент у нас это спектакль из репертуара. А нет, у нас есть спектакль, да, у нас есть спектакль, но я не знаю, есть ли там... Сейчас эти... Это, кстати, было интересно наблюдать, как два хореографа работали со сценами фехтования в спектакле Ромео и Джульетта и в спектакле «Три мушкетера». Что один хореограф хореографически делал эту сцену боя между двумя кланами семьи Монтеки и Капулетти через балетную, как бы, призму. Он смотрел на это и, как бы, ставил это как танец. Я говорю сейчас про Ромео и Джульетту, да. А про «Три мушкетера» хореограф абсолютно четко отрезал, сказал, я не фехтовальщик, вызовите профессионала, и повернулся и ушел. Просто вышел из зала, пока не пришел профессионал и не стал, как бы, не ставил там эти азы фехтования, которые, в принципе, они могли бы и освоить в школе. Но сейчас действительно не так много спектаклей, где это необходимо, и существуют, опять-таки, масса версий спектакля Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», где, предположим, такие сцены, эти сцены боя хореографически решены совсем по-другому, где не появляются ни шпаги, ни рапиры, ни флоретты, ничего. Это все, как бы, решается хореографическим языком. А насчет, да, в нововведении, конечно, они должны быть, это всегда интересно. Нововведение, то, что, как я уже упоминал в начале разговора, что танец развивается, идет вперед, и, допустим, современный танец, я имею в виду не то, что происходит в клубах, а, как вот Диана высказалась, модерн, который тоже сейчас везде, во всех театрах и в любом репертуаре есть, это должно быть. Это, опять-таки, другой язык тела, видение хореографов. И, да, такие предметы у нас есть. Вот, допустим, в наше время, когда мы с Дианой учились в школе, такого, увы, не было, но это потихоньку уже входило в репертуар. Увы, это не всегда имело хорошие отзывы зрителей, но зрителей тоже нужно воспитывать, и зритель тоже должен быть всегда готовый, должен знать, куда он идёт, и не стоять на месте, а развиваться вместе с этим искусством, у кого есть, конечно, интерес. Потому что иногда бывает, что и зритель, ты можешь отдаваться полностью процессу и делать спектакль, но зритель такой холодный бывает, что смотрит спектакль, как кино. Ни одного аплодисмента и такой ледяной холод идёт, из этой пустоты. Иногда это тоже так влияет на процесс спектакля и так оставляет, конечно, такой плохой след для танцоров. Всегда по-разному. Это никогда нельзя предугадать. Но, да, допустим, зрители более искушённых театров, где, допустим, предположим, Королевский театр в Лондоне, Ковенгарден, очень состоятельный театр, который на каждый спектакль приглашает лучших звёзд на данный момент, лучших танцоров мира. И там как-то, не знаю, там зрители понимают, что такое техника, и они оценивают это, и они видят, что это получилось или не получилось, и, естественно, они поддерживают танцоров своим эмоциональным ответом, то есть как бы эти аплодисменты. Это невероятно важно тоже. И мало того, что это эмоциональный ответ зрителя, но это ещё, опять-таки, кусочек времени, пару секунд лишних, когда танцор может отдышаться, и что тоже важно всегда, допустим, дать танцору вздохнуть, чтобы он мог дальше продолжить шоу. Вот, так что, да, публика не всегда отзывчива, к сожалению, даже, я не знаю, эмоциональный такой, хотя бы принимая во внимание то, что перед тобой живые люди, которые делают, да, ты купил билет, но дай ему тоже эмоцию. Мне кажется, это так важно. Да, это такая часть благодарности. Да. То, что, в принципе, артисту важнее всего, потому что мы выходим, конечно же, прежде всего для зрителей, и хочется получить энергию взаимную, иначе пустота остаётся после спектакля в душе. Говоря об эмоциях, может быть, сейчас я к завершении нашей программы хотел поговорить, может быть, о печальном. Тело подвержено старению, а в вашей профессии срок активной деятельности, увы, невелик. Скажите, каким образом, может быть, вас, ваши педагоги, может быть, неформально в беседах, готовили к тому моменту, когда вы поймёте, что приближается закат? И понимаете вы это? Есть какие-то первые индикаторы, что-то уже начинает нашёптывать, и как вы с этим справились? Ну, грубо говоря, срок годности артиста балета 18-20 лет. Да, это такой стаж. Это такой стаж, после которого можно выходить на пенсию и получать какое-то небольшое социальное пособие даже. Но дело в том, что нам ещё повезло, потому что спортивная карьера, она ещё короче, в 22-23 года, в принципе, это уже закат практически спортсмена. А мы всё-таки развиваемся к 30 годам, я думаю, что первые 10 лет, как нам говорили наши педагоги, мы работаем на данных, и вторые 8 лет мы уже работаем на мастерстве. На опыте. На опыте. Да, и зачастую многие артисты мне нравятся именно во второй половине своей карьеры, потому что они уже более искушённые, они уже более интересные, они уже имеют какой-то жизненный опыт, они более глубокие становятся. Да, конечно, заметно. Примерно к 40 годам заметно изменение в теле, в мышечной массе. Конечно же, связки становятся не такими эластичными. И мы уже, на самом деле, мы уже подготовлены со школы. У нас, мы видим, как наши педагоги, потому что мои педагоги, когда я училась, они ещё танцевали, но я знала, что это уже предпенсионный возраст, и мы, в принципе, знаем, мы не рассчитываем на то, что мы будем танцевать до 45-50 лет, потому что приходят новые талантливые артисты, к этому надо привыкнуть с детства. С детства понимаешь, что вот, да, отведено примерно 18-20 лет, дай бог, и эти годы оттанцевать, потому что труд физически сумасшедший. Не все танцуют эти 18-20 сезонов, не все артисты. Не все могут. Есть и травмы, и так далее. И эмоциональные травмы, опять-таки, там по-разному бывает, но это, конечно, один из самых сложных, если не самый сложный, момент в творчестве артиста, когда он должен оставить сцену. И несмотря на то, что нас к этому готовят и всегда об этом говорят, и мы всегда об этом знаем, что вот там осталось столько лет, столько лет, столько лет, но когда этот момент приходит, все равно нелегко, конечно, принять такое решение, что да, вот это вот последний спектакль, да, но так застольцем его нужно выдержать и пройти через это. Это ведь как такая маленькая смерть, можно сказать. Это как живопись времен Ренессанса, когда все дети нарисованы с безумно грустными глазами, потому что они знают, что они умрут уже в детском возрасте. Да, и, ну, балет – это, опять-таки, прежде всего, эстетическое искусство, визуальное. То есть, когда ты выходишь на сцену, первое, что видит человек, он визуально видит артиста. И поэтому, как бы, опять-таки, возвращаясь к этому, что это должно быть все идеально, на тебе должен быть сидеть и костюм, и нигде никакого там ни пятнышка, не дай бог, чтобы ничего не торчало, ни там заштопанных, там, не знаю, трико и так далее, чтобы это все было идеально. И когда уже, ну, да, подходит это время, появляются, да, конечно, первые симптомы есть. Но вот, как бы, умные те артисты, которые, вот, как Диана сказала, когда приходит опыт, и когда ты не столь чеславен, и ты знаешь все свои плюсы, но ты знаешь свои минусы, которые ты на своем и своим опытом, благодаря своему опыту, можешь скрыть на сцене, или сделать их плюсами, или как бы обойти их, обыграть так, чтобы это никто не увидел, что ты, допустим, не справляешься уже с этим, или с этим, или с этим, а это можно только с опытом. Да, и, конечно, к каждым танцорам, вот Диана уже много раз тоже упомянула, представлены педагоги, репетиторы, которые с ними работают, и которые тоже обязаны своего рода им, их напутствовать и подсказывать, что вот сейчас лучше сделать так, лучше сделать так, лучше сделать так. И, да, тот, кто прислушивается, делает очень правильно. В нашем распоряжении осталось три минуты, поэтому прошу вас очень компактно ответить на последний вопрос нашей беседы. Мир балета, полон не только прекрасного, но он у нас, простых смертных, еще наверняка наполнен всевозможными стереотипами и странными представлениями, и чарующими, приятными, и, может быть, менее приятными. Наверняка вы что-либо за свою карьеру слышали, впитали где-то, может быть, невольно подслушали, коротко расскажите, может быть, есть один или два стереотипа, те самые из волшебного мира и что-то, что вас печалит? Даже не хочется упоминать на самом деле, потому что мне кажется, что люди, которые интеллигентны и воспитаны, они понимают, сколько силы физической работы вложены, сколько интеллекта, и почти все артисты все-таки и учатся и в консерватории, и в университете, но вот сколько стереотипов есть и самый такой яркий, на мой взгляд, когда говорят, что ну да, конечно, руки и ноги есть, на самом деле, я учу своих девочек, вот у меня сейчас выпускной класс, что 90% это голова и мозги, что каждое движение нужно обдумывать, нужно концентрироваться, нужно анализировать себя, что все-таки мы люди искусства, и на нас приходят смотреть и оценивать, что нужно не просто красиво быть накрашенной, но и нести в себе информацию, поэтому вот этот стереотип, что у балерин нет головы на плечах, что они только руками и ногами, это, конечно, неправда. Благодарю. Илья. Да, это абсолютно, я только могу присоединиться к Диане, это, да, первый стереотип почему-то, который ты всегда слышишь, что, ну да, что интеллектуально работать не можете, работаете руками и ногами, хотя это абсолютно неправда. Все великие танцоры говорили, что талант, это прежде всего 99% работы, а работа состоит только как бы в голове. Как ты прислушаешься, как ты направишь свое тело и сделаешь спектакль, сделаешь образ. И поэтому, да, я бы согласился с коллегой. Благодарю вас за то, что пришли сегодня, нашли время, благодарю за беседу, за то, что позволили нам взглянуть в закулисье, рассказали, насколько тяжела эта профессия и насколько все-таки она продолжает создавать мир прекрасного вокруг нас. Уважаемые радиослушатели, вы были, видимо, настолько зачарованы нашей беседой, что так и не смогли набрать номер. Ну что ж, мы продолжим нашу беседу в следующий раз. Благодарю также моего коллегу Родиона Золотарева за обеспечение технического эфира и напомню, что сегодня в гостях у нас была педагог Диана Манцевич и Илья Власенко, доцент Академии культуры и хореограф. Большое вам спасибо и всего самого светлого. Спасибо, до свидания. До свидания.